Здравствуйте, на ваших экранах информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации Паризанской области Геннадий Васильевич Пашин. Здравствуйте, Геннадий Васильевич. Для начала хотелось бы поговорить о наболевшем. Очень часто к нам в редакцию обращаются люди с вопросом о том, могут ли представители Государственного пенсионного фонда ходить по квартирам, предлагая какие-то определенные операции с накопительной частью пенсии произвести. Интересуются, насколько это законно, действительно ли это сотрудники Государственного пенсионного фонда. Вот, если можно, расскажите, возможно ли такое? Этот вопрос мы в этой студии обсуждаем, наверное, уже не первый раз, потому что действительно и в весенний период очень часто эти вопросы задавались. И хочу отметить, что действительно со стороны Государственного пенсионного фонда никаких хождений по квартирам наших сотрудников не допускается. Все вопросы, которые мы решаем с нашими пенсионерами, работодателями, это все происходит в офисах или в пенсионном фонда, или в офисах работодателя. И единственное, что есть у нас такие структуры, как негосударственные пенсионные фонды, и, соответственно, их интересуют люди, у которых имеются страховые взносы на формирование накопительной пенсии. Это у нас граждане 1967 года рождения и моложе. И законодательство сегодня допускает, что граждане, которые имеют вот эту страховую взносную накопительную пенсию, они должны иметь право выбора. Или оставить их для инвестирования и в дальнейшем получать пенсию в Государственном пенсионном фонде, или перевести эти денежные средства в негосударственный пенсионный фонд и получать уже инвестиционный доход от них, и потом в будущем свое пенсионное обеспечение по накопительной пенсии. И потом НПФ, и не государственные пенсионные фонды принимают агентов, те вот ходят, ищут граждан по квартирам, по предприятиям, может быть, по улицам, где вот предлагают заключить тот или иной договор. Поэтому гражданин должен сам определиться, впускать ему чужого человека в свою квартиру или нет. То есть закон здесь, конечно, дает право выбора тоже гражданину. И для того, чтобы не получить каких-то неприятных моментов, в плане того, что под этим видом могут зайти и с другой целью, не только для заключения договоров, лучше в свою квартиру никого не впускать. А для того, чтобы перевести накопительную часть, лучше прийти в офис пенсионного фонда, написать соответствующее заявление, потом это заявление отправить в негосударственный пенсионный фонд, и уже там тоже будут подписаны эти договора. Или делать это на своем рабочем месте у своего работодателя. Кеннадий Васильевич, я не очень хорошо в этих вопросах разбираюсь, но тем не менее, правильно я понимаю, что сотрудничать с негосударственными пенсионными фондами – это все-таки определенный риск? Вы поднимаете очень правильно, потому что хочу сказать, что действительно, сегодня на рынке их более 200 некосударственных пенсионных фондов, и не все ведут правильную финансовую политику. То есть некоторые, просто обещая высокие доходности, этой доходности фактически не дают владельцы этих денежных средств. И они же коммерческие структуры. Поэтому, хотя с точки зрения экономики, есть некоторые некосударственные пенсионные фонды, которые отдают инвестиционный доход выше, чем наша государственная управляющая компания. Поэтому есть фонды, которых действительно выгоднее может быть формировать накопительную часть, потому что в целом в будущем пенсии будет выше. И когда в 2002 году закладывались механизмы накопления, то в принципе предусматривалось, что большинство граждан будут переводить свою накопительную часть в негосударственные пенсионные фонды. Но, к сожалению, жизнь показала, что развитие экономики идет непоступательно, то есть бывают провалы. Поэтому здесь чревато тем, что вот та доходность, которая ожидается, ее может и не быть. Но с точки зрения сохранности денег, которые будут переведены гражданином, они в принципе государством будут сохранены. Потому что для этого сегодня введена процедура страхования вот этих денежных средств и введена процедура депозитария. То есть любые операции с этим денежным средством, все не государственные пенсионные фонды или управляющие компании, они фиксируют в этом депозитарии. То есть со стороны государства идет большой контроль за этим и дано право гражданину в течение, допустим, своей трудовой деятельности менять свое решение. То есть он может сегодня принять одно решение, через год его поменять. Это было как бы до 2016 года будет. А с 2016, там только раз в 5 лет он может поменять решение. Но, по крайней мере, все равно такое право у него будет. Поэтому, если гражданин сегодня впустил молодого человека или заключил договор с него государственным пенсионным фондом, потом у него что-то сомнение вызвало, здесь паниковать не нужно. То есть надо идти к нам в органы пенсионного фонда, написать соответствующее заявление, что прошу мою накопительную часть, страховый взнос на накопительную пенсию перевести. Или опять в государственный пенсионный фонд, или в какой-то другой негосударственный пенсионный фонд. То есть здесь тушеваться не надо, лучше подойти к нам, взять консультацию, и тогда уже мы поможем принять то или иное решение. Геннадий Васильевич, наверное, еще один вопрос, который очень многих интересует, это материнский капитал. Да, хороший вопрос. И то, каким образом его можно получить денежные средства. Очень часто появляются на новостных сайтах какие-то, ну какая-то информация о том, что где-то пытаются снять полностью, да, вот весь материнский капитал, и это незаконно. Мы знаем сейчас, опять же, появляются какие-то фирмы, структуры, которые предлагают в этом помочь. Вот как нужно действовать людям, что законно, что незаконно, и в каком количестве можно получать эти деньги? Ну, сегодняшнее законодательство, оно дает возможность направлять средства материнского капитала по безналичному расчету только на улучшение жилищных условий семьи, на получение образования детьми и на формирование накопительной пенсии мамы. И с 1 января 2015 года разрешено на повседневные нужные семьи взять 20 тысяч рублей уже как бы налом по наличным расчетам. Практика показывает, что, к сожалению, сегодня есть действительно и фирмы, и есть люди, владельцы сертификатов на материнский капитал, которые в обход закона хотят как бы обналичить средства материнского семейного капитала, что категорически не допускается, и хочу сказать, что страны пенсионного фонда идет большой контроль за этими действиями, и у нас уже более 300 мошеннических схем было выявлено с материнским семейным капиталом. По 10 гражданам приняты уголовные решения, то есть они уже признаны судами как нарушителями закона и привлечены к уголовной ответственности, то есть получили определенный вид судимости. И, конечно, таких граждан я прошу никогда не идти на сделку против закона, потому что всегда, если человек обналичил материнский семейный капитал, то впоследствии проверки использования целевого назначения мы все равно выявим, что или квартира не куплена, или квартира уже продана, и в ней семья не проживает и так далее. То есть мы всегда этот момент на любой стадии, на определенной, отследим или заставим вернуть средства материнского семейного капитала в случае невозврата, тогда будут возбуждаться уголовные дела. Геннадий Васильевич, большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Несмотря на то, что эти вопросы уже обсуждались, я думаю, что для многих наших телезрителей наша беседа была полезна. Я тоже понимаю, что не всегда все люди одновременно смотрят, значит, какая-то часть населения посмотрела те передачи, какая-то часть населения сейчас нас увидит и примет определенное решение. Спасибо, что вы тоже к этой теме возвращаетесь. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин